Всех приветствую, уважаемые зрители. Сегодня я хочу показать вам первый советский рубль, 1 рубль 1921 года. Монета сохранила в себе все характеристики поздних царских рублей, отчеканина из серебра 900 пробы, масса 20 грамм, диаметр 33,5 мм. Как вы видите, данный экземпляр находится в очень ярком штемпельном блеске, монета не находилась в обращении, состояние uncirculated, при том, если оценивать эту монету по шкале Шелдона, как это делают грейдинговые компании, то смею предположить, что она заслуживает на грейд ММ-64. Вот вам для сравнения, монетка уже в слабе NGC с таким грейдом, но не скажу, что мой экземпляр чем-то ему уступает. Касаемо стоимости, то конкретно данный экземпляр был продан на Violity в начале февраля 2022 года за 10 тысяч гривен, что на тот момент составляло более 350 долларов. Это, конечно, больше исключение, чем правило. Вот, к примеру, такой экземпляр на сегодняшний день реально продать до 200 долларов. Я ее приобрел совсем недавно, монетка имеет легкую золотистую патину, блеск также очень яркий, поле в отличной сохранности, без особо каких-то значительных ударов, но она не такая яркая, как предыдущая, да и механики на ней побольше. В целом, обе монеты в состоянии без обращения, в ярком штемпельном блеске, и именно за такие экземпляры коллекционеры готовы платить дорого. Монеты же без блеска будут стоить значительно дешевле. Это может быть и 100 долларов, и 80, все зависит от самой монеты. Вот такой экземпляр я продал в феврале за 2000 гривен, что на тот момент было порядка 70 долларов. То есть состояние может кардинально влиять на стоимость этой монеты, как, в принципе, и у всех других монет, но также мы не можем не упомянуть о разновидности, которые также могут очень существенно влиять на цену монеты. Нам нужно обратить внимание на участок, где сходятся картуш с надписью RSFSR и точечный ободок. В нашем случае точечный ободок просто обрывается, эта разновидность называется точкой. Однако существует разновидность, у которой из-за картуши выглядывает половина точки. Эта разновидность называется полуточкой и стоит процентов на 10-20 дороже. Также существует разновидность, связанная с запятой. У обычной монеты она имеет угловатую форму, у редкой же она закругленная. Стоимость такого экземпляра составляет несколько тысяч долларов. Также существуют экземпляры полированного чекана, качество чеканки Proof. К примеру, данная монета была продана в 2017 году за 16,5 тысяч долларов. Друзья, я рассказал вам об актуальных ценах на данную монету, ее разновидностях. Я надеюсь, вам понравился мой видеосюжет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем мира и добра.